не хотелось бы чтобы история повторялась в плане воин много россии их пережила и отечественную и первую мировую и великую отечественную гражданскую много можно вспоминать тем более в нынешней ситуации я не уверен что все как один пойдут воевать у нас сформировалась верхушка которая на мой взгляд не особо интересуется судьбой страны соответственно большинство детей современных чиновников либо отсидится где-то в тылу либо улетит из страны если будет куда улетать во времена великой отечественной войны сталин отправил сражаться своих сыновей и его примеру последовали остальные вот кто воевал яков иосифович джугашвили суховеев указывал что сталин опутствовал своего сына иди и сражайся якобы когда сына верховного главнокомандующего допрашивали немцы он именно так и сказал яков джугашвили командовал артиллерийской батареей гаубичного полка танковой дивизии ходит довольно известная легенда что джугашвили немцы хотели обменять на фельдмаршала паулюса сталин якобы сказал что не меняет солдат на фельдмаршалов документов подтверждающих это не существует василий иосифович сталин джугашвили летчик генерал-лейтенант авиации владимир аллилу и вспоминал что василия сталина нельзя было удержать на одном месте сын верховного главнокомандующего поначалу служил в тылу но очень этим тяготился василий сталин совершил 26 боевых вылетов по поводу того сколько он самолетов сбил нет точных данных называют цифру от 2 до 5 немного но летал же сражался артем федорович сергеев этот человек с годовалого возраста воспитывался в семье иосифа виссарионовича сталина кровным отцом сергеева был революционер и большевик федор сергеев товарищи артем который ушел из жизни в 1921 году приемный сын сталина дослужился до генерала его считают одним из создателей зенитных войск в ссср артем сергеев участвовал в обороне сталинграда имел 24 ранения прошел всю войну и оставил этот мир в 2008 году серго лаврентьевич берия в начале войны он был направлен на краткосрочные курсы в разведшколу выполнял ряд важных заданий в иране в курдистане в ходе организации и проведения ялтинской и тегеранской конференции есть мнение что серго берия пороха не нюхал якобы сам сталин когда сын лаврентия павловича попал на кавказ говорил хоть здесь повоёшь но это только байки я не берусь утверждать что сталин что-то такое говорил александр васильевич чапаев он был артиллеристом прошел всю войну уже в мирное время дослужился до генерала аркадий васильевич чапаев младший брат предыдущего военного я не могу не упомянуть его хотя бы потому что у аркадия васильевича знаменитые отец и брат но дело в том что младший чапаев не воевал в великую отечественную потому что ушел из жизни в 1939 году но он при этом был военным летчиком летал на бомбардировщике в 1939 году самолет под управлением чапаева в штопоре вошел в озеро большой эльмень было не глубоко но машина увязла вл и лев николаевич булганин был военным летчиком о нем мало информации сын николая булганина родился в 1925 году то есть в 1941 ему было только 16 есть фото где булганин младший военной форме в кругу товарищей летчиков какой вклад он внес в дело победы большой вопрос известно что лев булганин после 1945 года был военным дипломатом а ушел из жизни в 1975 году степан анастасович микоян войну был летчиком получил звание героя советского союза но не на войне а за успешное проведение испытаний одного из мигов во время великой отечественной войны с микоином произошел такой случай его сбил советский летчик родионов к счастью степан анастасович смог посадить свой самолет в госпитале пришлось полежать владимир анастасович микоян он тоже был военным летчиком увы в 1942 году владимир из воздушного боя не вернулся алексей анастасович микоян во времена великой отечественной войны служил в пво после стал летать на самолетах и получил звание заслуженного военного летчика ссср леонид никитович хрущев рада хрущева и степан микоян свидетельствовали что леонид однажды будучи пьяным случайно попал из пистолета в моряка сталин приказал сослать сына никиты сергеевича на фронт в 1943 году леонид будучи летчиком не вернулся из боя по другим данным хрущев младший перебежал к немцам слухов много тимур михайлович фрунзе его воспитывал ворошилов и видно хорошо это делал потому что тимур михайлович стал героем советского союза наградили не при жизни фрунзе младший был летчиком как видно почти все геройски сражались за родину а могли отсидеться спасибо за просмотр если вам было интересно то поставь палец вверх и подпишись на канал с нами будет интересно и полезно всем пока